Можно ли простить врага, но не общаться с ним? Можно. Но обычно, в большинстве случаев, так все это и делается. Вот даже мы видим у апостола Павла так, вот в житиях святых так, мученики они, преподобные они, у всех так. Мы должны простить человека. Это долг, это заповедь. Простить значит понять, понять, почему он это сделал, понять, что он не мог так сделать силу возложенных обязательств, слышит в силу своего малодушия, страха, в силу своего неверия, в силу своего воспитания. Мало ли в чего, он делает так, как делает, и мы его прощаем. Но мы не общаемся с ним, потому что знаем, что в силу вот этого всего перечислен, он сделает так же. Вот, и мы слушаем то, что говорит Христос. «Будьте мудры, как змеи, и цели яко голуби». То есть мы должны быть осторожными, как «блюдите, как опасно ходите». И апостол Петр говорит эти слова про льва рыкующего, и апостол Павел говорит про это «блюдите, как опасно ходите». То есть действительно вокруг нас много злых людей, спорченных людей. Они не обязательно злые, они могут просто вот плохо воспитанные, пока неверующие. Но в силу определенных сложившихся условий своей жизни, они делают плохие поступки. Надо быть осторожным и не открываться этому человеку, не доверять ему, но простить мы его должны. Это как бы два разных дела. Мы понимаем, скажем, совершил человек какую-то вещь нехорошую, вот, предал нас, оклеветал, рассказал какую-то тайну нашу. Ну что ж, бывает, мы должны понять, почему он это сделал. А когда мы поймем, мы понимаем, что больше ему этого говорить не надо, больше доверяться ему не надо, надеяться на него не надо, потому что он подведет. Потому что мы поняли его, мы не гнушаемся им, мы просто ведем себя с ним разумно и осторожно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.